Продолжение следует... Приветствую всех, начинаем наш вебинар по вторникам, текущая ситуация, идеи на рынке. Если слышно, поставьте плюсы и я включу MetaTrader, чтобы сразу идти графиком. Отлично слышно. Открыть это занимает какое-то время. Ну вот сегодня быстро получилось, очень быстро и буквально через полминуты вы увидите графики. У нас было несколько событий за все это время, заседание центральных банков, заодно и об этом поговорим. Ну и собственно итоги года, наверное, вкратце в двух словах скажем, что случилось вообще в этом году, на что обращать внимание может быть в следующем. Но вкратце, конечно же, этому, я думаю, будет посвящен отдельный вебинар. Итак, вот MetaTrader, должно быть видно. Секунду. У меня-то видно. Вот как у вас. Напиши. Да, вот все, видно у меня тоже. И у вас, наверное. Итак, у меня график Тесла. Тут ничего интересного не происходит. Бумага нащупала дно, 300 долларов за акцию. Вполне себе такой неплохой уровень поддержки. Много раз растоптали этот уровень. Где-то пробивали, но возвращали, закрывали. Где-то даже не могли пробить. Но чувствуется, и до этого был этот уровень виден. Так что вот 300 долларов за акцию. Такое локальное дно. А тут вообще фундаментально говорить не стоит. Не знаю, торгует ли кто-нибудь из вас акциями Тесла. Они неплохо ходят, достаточно интересно ходят. Я через опцион на них достаточно часто захожу. Там и премии хорошие, и волатильнические. Мне нравится эта бумага. Пару раз, правда, залетал. Но что делать, бывает. Вот если кто следит за TradingView моим аккаунтом, а я его напишу еще раз. И даже посоветую вам завести там аккаунт, чтобы как-то свои идеи... Вот сейчас я даже сразу свой аккаунт вам дам. Как-то, чтобы свои идеи систематизировать или следить за чужими идеями. Очень хорошая вещь. Мне понравилось. Я уже месяц, можно сказать, подсел на этот TradingView. Единственное, я регистрируюсь на русском. Ссылку вам дам. RootTradingView.com А не на англоязычном. Потому что на русском у вас новости свои будут выходить. А вы будете видеть все на русском языке. То есть меню, интерфейс, все будет на русском. Потому что есть разные версии. И даже есть бразильская какая-то версия, турецкая, в общем, много стран. А вот мой аккаунт. Добавляйтесь. Будем следить за идеями друг друга. И там, в общем-то, хороший интерфейс. То, чего нет. Допустим, у вас MetaTrader. И вы можете смотреть там. Там есть все. Вот абсолютно все. Даже криптовалюты с разных бирж. Тот же, например, DAX с разных бирж. Там не просто инструмент. А указывает даже источник, откуда берут фид. Поток. Добавляйтесь. Ставьте лайки. Я буду добавляться по ловить, как говорят тех, у кого активный аккаунт. То есть не просто ноль идей, а хоть какая-то идея есть. Я буду добавляться. И будем друг за другом следить. Так вот, по Снэпу у меня тут была сделка. Очень даже неплохо поймали дно. Поймали. Сейчас я даже ее покажу. Вот по Снэпу. Похожая была, как на Тесле. Почему я вспомнил? Похожая, так же, как и на Тесле была ситуация. Это очень интересная графическая формация, что ли. Когда бумага натоптывает дно. Есть куда поставить стоп-лосс. И, собственно, вперед. Если не дно, стоп-лосс близкий. Если дно, то ждет неплохой рост. Вот такой хороший рост получился у нас по акциям Снэпчат. Бумага, в общем-то, как бизнес. Компания убыточная пока. Ну, все начинали с убытка. Вот Твиттер только-только вышел. Плюс Снэпчат пока это не грабит. Там долго еще придется ждать прибыль. Но, по крайней мере, рынок верит в это. Ну, так же, как и на криптовалютах. Вообще пока ничего нет. Ни одной нормальной идеи на блокчейне. А вот все бросились покупать. Уже такие люди ко мне обращаются за советом, что я даже не знаю, остался ли кто-нибудь, кто не купил чуток биткоина. А Боинг, тут немножко плачевная ситуация. Без коррекции ни один трейдер не может работать. Ни одной коррекции, ни одного уровня. Ну, разве что классический уровень был пробит. Вот 267 нужно было здесь брать. А я под уровнем стал в селл и поставил стоп-лосс. И, конечно, закрылся по стоп-лоссу. Так что пока получается ловить ножи. Ну, позиция у меня более сложная, чем направленный рынок. Все раскрывать не буду. Там и путы проданы, и шорт висит, конечно, в убытке. Сжает половину. Вот, собственно, у нас биткоин. Даже без комментариев. Я не специалист в этом. Навряд ли в ближайшее время буду. Хотя нашел для себя очень хорошую стратегию работы именно на биткоине. После того, как появились биржи. Появился инструмент на этих биржах. На Сибо, на CME. Вы знаете, запустили фьючерс. 18-го на CME запустили. 11-го декабря запустили на Сибо. И я раскрывать секреток не буду. Потому что чем больше людей будет этим заниматься, тем меньше будет возможности заработать. Но вот нащупал себе интересную идею, которая позволит, я надеюсь, конечно, позволит. В теории все шикарно. Позволит извлекать выгоду из движения. И чем более шальной будет выглядеть торговля биткоином. Ну, в частности, будем говорить о биткоине. Чем больше будет на криптовалютах разных пузырей, несоответствий, иррациональности, тем лучше для этого вида торговли. Ну, кто знает, наверное, догадался. Кто не знает, раскрывать не буду. Может быть, в чат придете, в наш трейдерский. Там мы часто об этом говорим. Я напишу на всякий случай свой скайп. Добавляйтесь. Кому интересно, кто хочет больше, чаще участвовать в дискуссии, то я могу у вас добавить в трейдерский чат. Но если вы, конечно, будете обещать, что не будете молчать. Потому что большинство зашло месяца три назад и ни разу ничего не написало. Окей, давайте идем дальше. Microsoft. Вот тоже была хорошая идея. Вот здесь я даже поставил на TradingView пост, но не дошло буквально несколько центров. Ну, в общем-то, графически все выглядит идеально. Толкнулись от уровня, дали новый максимум. И кто после этого скажет, что теханализ не работает. Apple. Ну, наконец, давайте перейдем уже к более классическим инструментам. Вот нефть WTI. Знаете такую фигуру? Бриллиант, по-моему, называется. Вот когда как голова и плечи, только не совсем голова и плечи. Такой бриллиант. Что-то мне напоминает бриллиант. Анатолий, сейчас дойдем. Да, то DAX тоже спрашивал Анатолий Головастов, что будет с DAX. Буквально по очереди сейчас пройдемся по всем инструментам и дойдем. Но тут, в отличие от бриллиантов, мне больше кажется, что вот эта линия играет важную-важную роль в движении цены. Отталкиваемся вроде от нее, но очень похоже, что угасает напор. Угасает. В пятницу посмотрим, что будет с буровыми. Завтра запасы. Вы знаете, в последнее время выходили очень бычьи запасы. А посмотрите на цену. Ну, не особо она реагировала. Значит, рынок устал, рынок понимает, что это какая-то сезонность, запасы должны снижаться к концу года. Они всегда снижались, кроме прошлого и позапрошлого года, когда они стояли на месте. А до этого вот сезонность такая, что к концу года снижается запас. Снижались, правда, не очень сильно. На 6 миллионов, 7 миллионов баррелей в неделю. Это очень много. Но рынок не реагировал на это. И у нас по ОПЕК, вы знаете, сделали все, что могли, удержали на весь 18-й год цепанили квоту. Рынок стоит на месте, то есть он ждет каких-то медвежьих новостей, отреагирует, скорее всего, на них бурно. Потому что все, что бычье происходило, уже в цене. Мы же не будем надеяться на то, что рынок тупил и отыграет эти новости в будущем, а не в момент их исполнения. Или даже до, как обычно бывает, на слухах покупаем, на новостях продаем. Так что вот, если завтра, в среду запасы выйдут большими, или даже нулевыми, или снижение будет небольшим, то, возможно, мы пробьемся вниз. И можно сказать, что будет начало медвежьего рынка, ну, по крайней мере, процентов на 5 можно рассчитывать на уход вниз. Потому что все бычье уже в цене. Вот такой у меня расчет, такие размышления. Идем дальше. У нас евро. Вот тут, конечно, больше несоответствия. В моей голове не укладывается макро-ситуация с технической пока. Ну, точнее, она укладывается, но по мне я бы ожидал более медвежьего, сильного, агрессивного движения. Что мы имеем? ЕЦБ сказал, что увеличение объема выкупа может даже быть, да, иметь место. То есть, сейчас они выкупают по 30 миллиардов в месяц, выкупали до этого 60, до того в апреле сократили с 80. И вот эти 30 сохранятся до сентября 2018 года. То есть, все еще QE, да, так называемый количественные меры смягчения. Это, в общем-то, фактор, влияющий на удешевление курса евро. И в прошлый раз нам сказали, что если понадобится, то снова ЕЦБ может пойти на увеличение объема выкупа. То есть, еще более агрессивный будет QE. Посмотрите, рынки ждут повышения ставок по США. Вот на ближайшем заседании нет, это все еще последнее заседание Джанет Йеллен. А на следующем заседании рынок на 62% уверен в том, что ставку повысят в США. И еще два раза повысят в течение года. То есть, есть даже 0,1% вероятности, что ставка к концу года достигнет 3% 2018 года. То есть, достаточно агрессивно рынок ожидает от США, от ФРС повышение ставки. А по Европе все тихо. Даже еще нас пугают тем, что если что увеличим. По мне, евро при таком раскладе должен быть в районе 1.12-1.13 как минимум. Но вот стоит на месте. И все попытки уйти вверх я буду использовать для игры на понижение. И ключевым вижу 1.1670, 1.1680. Вот после того, как уйдем ниже или выше, мы узнаем сценарий, какой преобладает. А пока боковик, видите, просто боковик. Неинтересный. Хотя, конечно, трейдерам, которые берут небольшие профиты, интересно именно в боковике торговать. Есть уровни, собственно, указанные чуть ранее 1.1670. Есть наверху какие-то уровни, можно шортить с небольшими стопами. Ну и, наконец, 1.21. Локальный, многолетний, двух- или трехлетний максимум. Оттуда можно тоже шортить. Я все-таки медведь даже от текущих пошортил или чуть выше. Окей, идеи нет, флэк, боковик, делать нечего. По мне, по доллару, индекс доллара примерно то же самое. Перевернутая картина, обратная от евро. Менее бычим должен быть индекс доллара, нежели евро и USD, потому что в индексе доллара несколько валют. Вот, включая фунт, по которому тоже рост ставок ожидается. Вы знаете, инфляция там выходила 3.1. Такой инфляции нет нигде, ни в США, ни в еврозоне, тем более. Так что Банк Англии, конечно, после Brexit немножечко опустил руки. Боится что-либо делать, и это нормально. Я буквально сегодня по Блумбергу видел график ВВП. Ну, собственно, Америки не открыли, и это и до этого я много раз говорил на вебинарах. ВВП Великобритании стал снижаться еще до Brexit, а после Brexit этот тренд просто продолжился. Ну, нельзя сказать ускоренными темпами, но, по крайней мере, разворота не было. То есть, может быть, даже масло в огонь добавил Brexit. Так что, не знаю, вот пожилое, необразованное поколение, ну, это разные группы, пожилое, необразованное и малоимущее. В основном вот эти три группы выступали за отсоединение Великобритании. Жалеют они или нет, собственно, большая часть Великобритании, жителей Великобритании, может, даже не узнают в ближайшее время, хорошо это или плохо в долгосрочном, потому что пожилые люди, в основном, голосовали за отсоединение, они, видите ли, хотели вернуть Великобританию в 60-х, 70-х, но в одну и ту же реку два раза не войти, обратно в историю куда-то уйти, вернуть страну из прошлого невозможно, нужно, наоборот, двигаться в сторону глобализации, как показывает опыт практически всех стран. Собственно, да, так как по индексу доллара есть еще и британский фунт в этой корзине, и по нему я тоже ожидаю роста, то наиболее агрессивный, наиболее иррациональный, на мой взгляд, чем евро и USD ничего нет. По мне, вот там искривление текущей картины. Но с рынком не поспоришь, это просто субъективное мнение, частное мнение. По индексу доллара тоже смотрим вверх, доллар должен дорожать, по идее, рынок учел, конечно, ситуацию по доллару. За полгода, наверное, вырос все-таки индекс доллара, но не настолько, насколько могло бы это быть. Все-таки по доллару агрессивнее будет намного это раз. Правда, еще фактор риска пауэлл. 3 февраля вступает должность. У нас, кстати, вебинар будет, возможно, уже в следующий, не в этот четверг, в следующий четверг. Мы проводим Джанет Йеллен вебинаром, вспомним ее, как она себя вела, как QE завершала, все-таки не она начинала меры количественного смягчения, а ставки, повышения, как они влияли на рынки, на доллар. Вот такой будет вебинарчик, часик, поговорим об этом, наверное, вспомним. Все интересное, все-таки Джанет Йеллен правила 4 года, были достаточно бычи для фондовых рынков, ну, как минимум она не навредила, хуже не сделала, вполне такая была грамотная позиция у нее. Так что приглашаю всех на вебинар, наверное, я не уверен, пока Роман не подтвердил, из 28-го я уже отослал программу, скорее всего, соберемся и вот поговорим об этом. Ну и после, в начале года, когда будет последнее заседание при Йеллен, еще и поговорим о Пауэле. Я вот собираю потихонечку информацию, кто это, чего, как, какие у него взгляды были до этого на доллар, на политику монетарную. Неплохо вообще это все знать, чтобы потом не было сюрпризов. Чем больше вы знаете о рынках, чем больше вы знаете даже о монетарной политике, о регулировании, тем больше у вас шансов не сделать какую-то ошибку, а может даже еще и заработать, благодаря вот этим знаниям. Окей, а идем дальше. Тут у нас золото. Ну, кто был у меня на вебинаре с нашей группы в чате, знает, что мы золото закрыли на самом низу, так сказать, позиция была на шорт и оставили лонг. В общем-то, очень даже рад, что так получилось в идеальном месте, но такого тренда как такового нет, иначе бы я не закрылся в одну сторону, не оставил бы открытую другую часть. Все-таки такой же боковик из всех активов за 2017 год золото прибавило какие-то там жалкие 9-8%, в то время как другие активы, скажем, тот же NASDAQ прибавил 35%. Так что боковик боковиком. Но вот приходится боковике тоже работать. Пока не вижу никаких кранов. S&P. Каждый день новый максимум, точнее, каждую неделю новый максимум. Dow Jones, вы знаете, вчера 25 тысяч показал, интродэй внутридневно, NASDAQ 7 тысяч коснулся. S&P тоже сегодня показал, и вчера, точнее, вчера максимума 2 тысячи там почти 700, да, возможно, было ли 700. 2 тысячи 695, нет, то 2 тысячи 700 не дошли. Ну, тут, знаете, делать нечего. Кто бык, отталкивается от этого канала и торгует. По крайней мере, цена видит этот канал. Мы понимаем, что этот канал рынку известен, потому что столько бы совпадений, столько бы касаний не было. Тут даже говорить нечего, просто бычий тренд, каких не было с 28-го, ну, это не я, конечно, вспоминаю меня, когда не было. Любая статистика вам покажет, что бычий тренд, который длится сейчас, аналогов не было уже под сотню лет. Ни по количеству дней роста непрерывного, ни по количеству отсутствия коррекции, разные факторы. Даже, я покажу потом инфографику, может, даже показывал на прошлом вебинаре, количество лет, когда облигации проигрывали рынку акций, то есть S&P, максимум было 7. То есть 7 лет подряд рынки акций выглядели хорошо, 1 год они падали и облигации обыгрывали. То есть покупка в начале года облигаций выглядела лучше идеей, чем покупка акций. Так вот, сейчас ровно 7 лет, больше не было практически никогда за последние 100 лет, в 28-м было, да, великую депрессию. Так что смотрите, все растет очень бурно, хотите ли вы вставать в такой точке. Так, это кроссы у нас пошли к X40, Daimler, BMW, старые графики, я даже не слежу за этими компаниями, уже давно, ZD, GPI. Да, кстати, EBEX, кто живет в Эстонии, скоро почитают спецвыпуски деловых подомостей, есть такое издание, будет спецвыпуск, я его готовлю, вот сейчас выйдет скоро. Там я напишу большой обзор про EBEX, ну, кто захочет, постучитесь, я вам PDF-версию вышлю. Чем мне этот индекс нравится? Своей недооцененностью. Знаете, какой P-Ratio по нему? Вот в MetaTrader у нас есть EBEX 35, price earning, то есть соотношение цены в среднем индекса к прибылям компании, входящим в этот индекс, да, то есть то, сколько лет окупается EBEX. Например, Dow Jones сейчас, наверное, 23-24 года, да, то есть стоит там 100, приносит 2,5 доллара, делим 100 на 2,5, получаем там сколько-то, да, так вот, даже не 24, получаем 25. Так вот, DAX примерно так же, 22-23, а вот EBEX 14, то есть он сильно недооценен как фундаментально, так и по техническим, каким-то графическим моделям. Посмотрите, 10-200, максимум был 16 тысяч, да, он даже не обновил максимум, я не знаю, прошлого, ну, прошлого, может, обновил? Нет, прошлого, да, года не обновил, он не обновил максимум, там, 15-го года. В такой коррекции, так будто, вроде импульс был 7 тысяч вверх, как бы, есть все шансы, что мы уйдем вверх. Так что, фундаментально, ничего страшного в Испании не происходит, долговая нагрузка уменьшается потихоньку, по крайней мере, с 8-го года Испания уменьшила долговую нагрузку по отношению к ВВП, вроде ситуация разруливается, безработица тоже. Единственное, если мировой кризис грянет вот прямо сейчас, рано, то Испания так и не успеет оправиться, но если еще какое-то время будет длиться вот такая эйфория, бычий рынок и растущая мировая экономика, то Испанский индекс, по крайней мере, имеет шансы догнать какие-то максимумы. Вот, нравится, тем более, вот такой треугольник, если мы его вверх пробьем, то могут уйти, спекулятивно можем уйти вверх. Окей, опять кроссы, это у нас что, XPR, крипто, даже не спрашивайте. Фунт. У нас, не знаю, есть ли сейчас на вебинаре участник, с которым мы в прямом эфире на стриме, ВПИП-20 у него был ник, наверное, Владимир, имя или на В как-то, нет, не вижу. Мы с ним поспорили, пари заключили, что фунт уйдет, он говорил, вниз на 400 пунктов, я говорил, вверх на 400 пунктов. А пока стоим на месте, ничего интересного никто не взял. И Адмирал Маркетс обещал тому, кто выиграет 200 долларов зачислить, вот, мне или тому участнику. Надеюсь, он будет в прямом эфире 20-го, завтра. Кстати, завтра, в среду, прямой эфир, снова стрим по нефти, 17.30, как обычно, по Москве 18.30. Михаил, нет, золота пока не было. А, нет, было золото, было, но ничего интересного не было. Можете в записи завтра прокрутить, так, ничего интересного. Я про свою сделку говорю, которую хорошо закрыл шорт и держу лонг, но как бы так, чисто держу и все. Но там на опционах, поэтому сильные-то лонг и необязательно. Так вот, если, Владимир, тут отзовитесь, вот, Адмирал Маркетс делает такой подарок вам, если вы заработаете 400 пунктов, еще 200 долларов сверху добавят мне. Ну, если вы потеряете, чего я не желал бы вам, то мне Адмирал Маркетс подарит 200 долларов. Вот, ждем публичное такое пари, 400 пунктов от уровня, по-моему, 1.32.60, что-то такое, или 1.30. Ну, вот, где-то примерно вот здесь, там можно посмотреть записи, в YouTube все остается. А вот, от этих уровней ровно 400 пунктов. То есть, в четвертом знаке 400 пунктов, не в пятом, да, надеюсь, в четвертом, уже в пятом знаке, уже давно-давно было, и вверх, и вниз много раз. Окей, я бык по фунту. Мне кажется, с инфляцией 3.1 банку Англии делать нечего, кроме как повышать ставку. Андрей, очень такая хитрая позиция. Ну, что ж, вы предлагаете, пускай Роман ответит, можно ли вам, если никуда не двинется. Тоже ведь пари, но ведь так не может быть, если фунт никуда не двинется. То есть, он рано или поздно стукнет 400 пунктов вверх или вниз. Но не бывает, что бесконечно никуда не двигался фунт. Вот вы определите, определитесь со сроком, если вы скажете, там, до конца года никуда не двинется. Да, пари до первой победы, то есть, пока не стукнет 400 плюс или 400 минус. А вот, и Роман вам ответит, если он сейчас ровно в эфире, вроде был. Вот, может быть, вам тоже 200 долларов выпадет, Андрей. Но у нас пари с тем участником совсем другое, вы уже отдельно с Романом договаривайтесь. И, скорее всего, вот вы, да, тут такое объявление сделаю в связи с этим пари. А те, кто будут приходить на эти стримы, не каждый раз, конечно, если у вас будет дискуссия с моим мнением, например, да, в среду нефти посвящено, посвящен у нас стрим, если у вас расхождение мнений с моим, мы можем заключить пари, да, просто устная, не обязательно сделку вставать, вы можете даже не делать сделки. Устная пари, и Роман зачастую, как организатор, да, как представитель организатора, будет, вот, дарить подарки в прямом эфире. Мы будем фиксировать все это, в YouTube остается, и если вы победили, вам 200 долларов на счет зачислить, на реальный счет. Надеюсь, да, у всех есть реальный счет, ну, или откроете вам за счет. Так что, вот вам и мотивация посещать наши стримы, они будут интереснее, мы обещали, что мы сделаем интереснее. Вот такую вот фишку мы добавили. Любой может со мной поспорить, но, как бы, инициатором должен быть я. Нельзя вот на ровном месте сказать, я говорю так, а обратное мнение будет штрафоваться на 200 долларов или вознаграждение. Если я говорю какой-то сценарий бычий или медвежий, и вы с ним не согласны, то вот так. Окей. А правда, я не знаю, нужно ли делать реальную сделку. Может, все-таки нужно делать реальную сделку. Вот об этом мы в стриме и поговорим. Приходите завтра, 20-го числа, в 17.30 по Москве, в 17.30 будет стрим по нефти. Завтра запасы выходят, и прямо в прямом эфире мы их обсудим. Что у нас еще тут есть? Кросс евро-GBP. Да, кстати, если все-таки вы верите, так же, как и я, что евро будет аутсайдером, фунт будет вырастет, то можно сразу на евро-GBP вставать. Естественно, на понижение, да, получается. Если евро будет падать, а фунт расти, то селл евро-GBP, он уже нехило упал. Ну вот, возможно, будет и продолжение, если такой сценарий будет реальностью. Мне кажется, что он должен быть реальностью с точки зрения макро. Или мне просто нравится следить за макро. Может быть, конечно, ошибаюсь. Может быть, все давным-давно в цене. Макро уже запаздывает. Может быть. Я не претендую на то, что мое мнение прямо самое точное. Что у нас? ДАКС. Вот, наконец, ДАКС спрашивал у нас Анатолий. Андрей говорит, что продает еврофунт активно. Хорошо. Удачи ему и мне. Хоть напрямую не вставал еврофунт, но, в общем, тоже снижение. ДАКС. Очевидно, что ДАКС, в отличие от Америки, не показал динамики, даже половину той динамики, которая была на американских рынках последние несколько месяцев. Всю осень индексы росли, ДАКС так и не вырос. Вот у нас локально такая картинка немножечко. Мы вышли из флэта. Вот, можно даже сказать, какое-то сопротивление здесь было. Мы вышли из флэта, ушли вверх, и сейчас коррекция вниз. Может быть, хороший момент покупки, если вы верите в рост всех индексов. То есть, американские-то уже выросли. Почему бы ДАКСу не вырастить? Там, знаете, P-ratio, соотношение переоценки, да, или valuation, это английский называют, как не знаю по-русски правильнее, такое же, как и на Америке, примерно 22-23. То есть, пузырем не выглядит ДАКС на фоне Америки, и Америка не выглядит пузырем на фоне ДАКСа. Самая сильная экономика Европы, так что других рисков особых я не вижу. Вроде и политическая ситуация устаканилась с Ангелой Меркель, и кабинет, наверное, будет не хуже, чем предыдущие правительства созданы. Так что, может быть, хорошая точка для входа. Я на трейдинг-вью уже вчера поставил buy, но немножечко сидим в минусах, и стоп-лосс у меня очень далеко, там, на 12700, где-то так. И, наверное, жду новых максимумов, потому что по Америке мы их уже видели, а по ДАКСу еще даже близко не подошли. Вот, чисто с этой точки зрения. USDGPI вообще идеально по классике, по классическому техническому анализу следует. И в трейдинг-вью тоже была идея, и она все еще в плюсе, хотя было и больше, когда я эту идею озвучивал. Так что ждем ухода доллара вверх. Это полностью, как сказать, полностью ложится на мое видение по доллару, по ставкам. К иене тоже доллар определенно должен вырасти. К чему он не должен сильно расти? Это к фунту. Вот, а к всему остальному доллар должен расти. С точки зрения ставок, опять же, рост ВВП, инфляции и всего остального. А я думаю, если бы Паула не назначили, а оставалась бы Еллен, наверное, более агрессивной была бы монетарная политика, или, как говорят, ястребиной. Может быть, Паула немножко помешала. Ну, кто знает, это рынок. Это рынок, с ним спорить нельзя. Так, это акции Indetex, то есть Zara, Bershka, Stradivarius. Ну, пока ничего интересного, вроде медвежий тренд подтверждается. Уйдем на 27 тысяч, я, наверное, купил бы уже саму бумагу. Она очень интересная. Нужно еще раз посмотреть на цифры. Ну, там и P-Ratio, и рост сети, и все впечатляет. Можно соглашаться, насколько одежда качественная, насколько нет. Там только Massimo Duty, может быть, самая качественная из линейки продукции. Все остальное мне совсем не нравится, чисто по качеству. Вы знаете, сколько дизайнеров в Zara? Кто знает, какой штат дизайнеров держит компания Zara, которая шьет одежду мужскую и женскую? Сколько у нее людей, которые создают эту одежду, дизайнеров? Напишите-ка им цифры. Это одна из самых уникальных компаний в этом смысле. Я пока не вижу цифр. Причем это общеизвестный факт. Андрей написал 300. 300 дизайнеров создают одежду в сети. Окей. Цифра хоть какая-то есть. Одна. Если кто угадает, я расскажу о своей системе торговли на биткоинах, которая, мне кажется, должна работать. По крайней мере, поделюсь в чате только, в скайпе. Вы мне постучитесь, добавьте из меня в скайп, постучитесь, я поделюсь идеей. Она должна работать, но если не работает, окей. Я, по крайней мере, попробую, все уже делаю, кошельки открываю в разных этих самых, где доступнее. Знаете, как сложно открыть кошелек. Хорошо, Сергей. Я согласен, что тут можно цифры любые писать. Любое рациональное число. 7,8 не может быть, потому что количество дизайнеров – это все-таки целое рациональное число. Но если этот вопрос задан, то, скорее всего, есть какая-то логика. Вот как что, где, когда. Тоже никто не знает точного ответа, но следуя какой-то логике, отвечают. С подвохом, конечно же, со звездочкой вопрос. Я не жду, что кто-то назовет цифру 774, например, и точно угадает количество дизайнеров в Заре. Но если вопрос задан, и на него можно ответить, собственно, даже не зная точной цифры, значит, есть какая-то логика, а не просто гадание на какие-нибудь вещи. Вот, уже 3 тысячи. Ну, Сергей, подумайте, 3 тысячи дизайнеров – это же просто, не знаю, вся компания состоит из дизайнеров. И каждый что-то рисует, чертит. Речь идет, конечно, о Заре. Может быть, в Massimo Beauty и других брендах в сети другая ситуация. Они, по крайней мере, этим хвастались все время. Они говорили, что вот у них так. Нет, ну все, еще 50 секунд, 20-13, закроем. Виктория Медвежонок отвечает 1. Вот так, 1 человек отвечает за все. Ну, может быть, он и один, который отвечает, но цифра другая. Цифра другая, и подожду еще 30 секунд и закрою. Чем можно хвастаться? Чем можно, на чем можно делать такой маркетинговый, что ли, лозунг? Причем эта информация, может быть, сейчас, стоп, да, уточню, может быть, сейчас другая ситуация. Это информация последних 15, что ли, лет. 15 лет назад было именно так. Чем хвасталась сеть Зара, когда говорила о количестве своих дизайнеров и о том, что, как они создают одежду? Тут уже, скорее, да, надо знать, предполагать, как можно еще создавать одежду. Рисовать, вручную дизайнеры рисуют, можно... Окей, я сразу отвечу. Видимо, не удалось ответить. Вот если соединить ответ Виктории и Михаила Вереги, последний ответ. Два хакера рисуют и один дизайнер. Дизайнер получится примерно то, что я хотел сказать. Реальность. Ноль, господа, ноль. Нет у них так называемого штата. Нет, может быть, сейчас уже есть, или какие-то люди все-таки за это отвечают. Но Зара всю жизнь хвасталась тем, что они ходят на показы других компаний, срисовывают оттуда. Знаете, идеи не охраняются, да, авторское право, конечно, рулит. Что рулит, в общем-то, и право, и нельзя воровать друг у друга. Но идеи, если просто рисовать, сидеть на показе, срисовывать, и эту идею где-то реализовывать в другом виде, это, в общем-то, не нарушение. Так вот, всю жизнь Зара хвасталась тем, что у них нет дизайнеров, они сами не создают одежды, они просто ходят на модные показы, где-нибудь Армани, Дольче Габан и так далее, срисовывают оттуда и сами создают уже одежду после этих эскизов. То есть они получают эскизы готовыми с этих вот показов. Вот так, ребята, оказывается, так можно было, а все другие не знали, нанимали штат дизайнеров, причем именитых переманивали друг у друга дизайнеров известных. Где-то основатели сами являлись дизайнерами. Оказывается, вот можно просто ходить на показы и просто шить. Конечно, одежда не очень качественная, видимо, они экономят не только на дизайнерах, но и на качестве. Окей, идем дальше. А вот Виктория пишет, что Эмили Альденбург, я не слыхал, конечно, кто это такой, ну, собственно, я и биткоином не занимаюсь, чтобы слыхать, слышать это имя. Один из учительских компаний Bitcoin.com продал все свои биткоины, объявил, что у этой каприалюты нет перспектив, пишет Business Insider. Ну, что я могу сказать, мне кажется, что насчет перспектив не скажу, это мало кто сейчас знает, но пузырь явно ого-го. Судя по тому, сколько людей пишут мне, что там происходит, от простых людей, далеких от финансов, так и людей, которые этим занимаются, откройте TradingView и увидите, что по валютам, акциям и всему остальному вместе взятому меньше аналитики публикуются, чем по крипто. Там просто весь TradingView, он крипто, все что-то рисуют. А я подписался в Facebook на несколько каналов, ну, в связи с своей идеей. Хорошо, вот Михаил и Виктория, постучитесь ко мне. Ну, вот Сергей пишет, что такое часто бывает, что у него тоже идеи прихватизировали. Ну, вот фишка в том, что идеи не охраняются. Любой продукт, любая технология, уже готовая, да, похожая на продукт, она охраняется правом, авторскими, смежными правами, а идея, как таковая, она не охраняет. То есть создать соцсеть можно, но взять, скопировать дизайн Facebook, логотип, или сделать очень похожим, там, алгоритм Facebook, показ, там, допустим, важных новостей, или еще чего-то, это все-таки делать нельзя не рекомендуется. А вот просто идею можно красть, ну, я немножко знаком с этими секторами. Так вот, Виктория и Михаил, постучитесь ко мне в скайпе, Виктории нет у меня в скайпе, если захотите, добавляйтесь. Я вам расскажу о том, что я накопал, что можно делать, чтобы торговать криптовалютой, биткоином, точнее, с относительно безрисковой стратегией, если она, конечно, заработает в том виде, в каком я ее задумал. Но Bloomberg об этом писал, Bloomberg писал, что люди, я не буду говорить, которые надумали вот так вот торговать, у них уже слюнки потекли после того, как на бирже ввели фьючерс на биткоин, и они сейчас атакуют, наверное, ну, не атакуют, их не так много, это все-таки такая каста трейдеров отдельная, а, скорее всего, они сейчас вот готовы уже внедрять свои стратегии, не буду говорить, какие. Жду от вас добавления в скайпе, и там поделимся. Окей, идем дальше, мы остановились на заре. Газ, мы говорили, что газ очень технично ходит, посмотрите, как он видит эти уровни, раз, два, ну, тут не дошло, три, четыре пробили, попытались зайти, не смогли, с грохотом провалились, наконец, у одного из уровней остановились, вернулись ко второму уровню, и оттуда развернулись пока на уровне между 2.75 и 2.65, вот где-то здесь. Ну, делать нечего, прям вот это как бы в середине, не точка для покупки, не точка для продаж, посмотрим, что будет дальше. У меня внизу на 2.4 путы проданы, куплен 2.75, пока прибыли, жду истечения, посмотрим. Для меня вообще идеально, чтобы цена осталась где-то вот здесь, между 2.5 и 2.8, очень широкий диапазон, поэтому я по газу в ближайшие месяцы буду просто наблюдателем. Важно, чтобы зима была хотя бы холодной, не теплой, чтобы отопительный сезон ударил сильно по запасам газа, и тогда вообще идеально. Tesla очередную точку поддержки увидела, вот эту вот линию, она не столь важна, как уровень 300, но вот от нее мы оттолкнулись, 333.33, вот посмотрим, что будет дальше. Пока я не вижу сигналов, но если вы сильный бык, можно маленький стоп поставить, по крайней мере, мы подтвердили то, что направленный вверх, и вот канал между 300 и 389 в ближайшее время, мне кажется, актуальным. А может быть, там покажем тройную вершину и упадем вниз, ну вот неизвестно. А как раз последует следующий отчет Tesla, предыдущий у нас был когда в ноябре, 2-го, по-моему, ноября был отчет. Декабрь, январь, февраль, да, в феврале будет отчет. Видишь, к тому времени будет еще один отчет, и если Tesla опять покажет большие убытки, то рынок, наверное, разочаруется временно, по крайней мере. Я верю в Tesla, тем более, знаете, сколько грузовиков уже с Симитрак заказано, вот этих Tesla Симитрак. По-моему, так они называются. 285 штук. Немало, в общем-то, для двух, там, месяцев, трех месяцев предзаказов. А из них 100 штук заказала компания Pepsi. Одна только компания Pepsi Cola заказала 100 грузовиков. Остальные заказали другие ритейлеры, которые там развозят что-то, в общем-то, транспортные компании и ритейлеры. Вот, 100 штук буквально неделю назад сделала предзаказ компанию Pepsi. Ну, маркетинговый ход или нет, по крайней мере, они писали, что хотят сократить выбросы, хотят сократить издержки на транспорт, развозить как от места производства до хабов, распределительных, так и до конечных пунктов доставки, ну, до там конечных складов. Окей. Глядишь, они и транспорт грузовой, да, логистику именно в этом секторе тоже изменят. Там тоже разные подсектора, объемные машины, там, очень большие, с большой грузоподъемностью, небольшие. Вот именно в этом секторе, где Tesla выпустил электромобиль, возможно, изменят всю индустрию. Кто знает. По крайней мере, в это я верю больше, чем в какой-то там Litecoin. Окей. Все, наверное. Давайте я посмотрю, что у нас по графике. Были ли какие-то интересные вещи, которые я хотел вам показать. Так, сегодня я скачал отчет ОПЕК, огромный в PDF, буду читать, им заниматься. Вот какая-то цифра есть, что у меня здесь сейчас постараюсь. Да, смотрите, опять же, Bitcoin касается. Объем. Где же не открылось? Сейчас, секундочку. Так. Да, вот. 4 миллиарда составил объем в ICO в США за год. Это по данным Autonomous Research, я взял с VC.ru. Немаленькая цифра, немаленькая. Это целое IPO одной компании. Немаленькой компании. Конечно, за год. Но вы знаете, что такое ICO. Каждый второй выпускает свой токен, свой коин. Идея не готовая, никакая. Продукта нет. Только 11% всех ICO имеют хоть какой-то продукт работающий. Так что 4 миллиарда это много. Пока не пузырь, думаю, еще может вырасти эта цифра. Халява же. Краудфандинг превратили в источник инвестиций. Раньше это называлось краудфандинг. Люди просто собирали деньги на то, на сё. А теперь можно легально собирать с рынка деньги. Мне это лично непонятно. Куда смотрят регуляторы. Вот попробуйте выйти и собрать денег с публики. Вот выйти на конференции и сказать, я управляющий, я трейдер, asset manager, беру управление деньги. Так это просто уголовное преступление в Евросоюзе. Серьезно, это уголовка. Не то, чтобы прям сесть можно, но штраф большой дадут. А тут какие-то люди, команды каких-то хакеров, программистов собирают без всякой регистрации, без всякого проспекта эмиссии. White paper один пишут и собирают с рынка деньги. Это уже краудфандинг, а не размещение первичное. Вот как бы тут должна быть регуляция. Хоть и регуляторы говорят, да, это IPO, ICO приравнивается к IPO, но пока что мы видим, что безнаказанно люди собирают с рынка деньги и играют. Вот тут график, кстати, на чем зарабатывают банки. Обратите внимание, может для кого-то было секретом. Сейчас я открою этот график. Вот, в Америке, да, по крайней мере, речь идет об Америке. Процентный доход 65%, loan, fees, ну, то есть кредиты, ипотека, управление активами всего 10%. Всего, я удивлен, что так мало. Но это коммерческие банки, не инвестиционные. В инвестиционных эта цифра намного больше, это чуть ли не основной бизнес. Ну и всякие услуги. Видите, услуги 10% и asset management, capital management, управление на рынках, инвестиционная деятельность тоже 10%. Всего, все вместе 20%. Пятая часть это управление. Вот Артур спрашивает насчет пузыря. Не знаю, Артур, никто не знает. По мне уже пузырь, по мне вся эта эйфория закончится. Знаете, как сложно открыть счет. Вот просто наплыв огромный на бирже, ежесекундно, наверное, десятки счетов открываются на бирже. Кошельков я имею в виду. Так что пока это длится и будет расти, и растет биткоин. Все приходят, покупают. Вы бы видели, в фейсбуке, я говорил, подписан на группу Litecoin, помню, называется. Вы бы видели, какие там картинки выставляют. Мне кажется, люди просто с ума сошли. Но если нет рационального объяснения всему этому, ну, единственное рациональное объяснение, вера в то, что все будет крипто, вот эти умные контракты, смарт-контракты, я не знаю, что еще. Государство запустит какие-то свои, хотя ЕЦБ запретил Эстонии это делать, запустят свои криптовалюты национальные. Что еще там происходит? Ну, то есть из реального, что будет уже легче инвестировать через ICO, любая компания сможет выйти, собрать денег на любую идею, как краудфандинг, что и делается, что это будет уже нормой. Вот только вера в это движет, разумных людей. А все остальное пузырь. Все остальное, я не верю. Просто люди действительно, если их почитать, послушать, они сходят с ума, они поверили в это так, какую-то идею, как доткомы в 2000-м, в 1999-м, в 2000-м тоже был пузырь. Кстати, у биткоина пузырь уже намного сильнее. Я показывал на предыдущих вебинарах. По времени короче в разы и по величине роста намного больше. А после того, как биткоин еще и взлетел, и другие крипто, в ноябре, в декабре, то, наверное, в два раза превышает по силе пузырь текущий. Окей, что еще у меня здесь есть интересное из графиков? Так, Google. Это неинтересно, это неинтересно. Запасы я показывал. Microsoft. Да, наверное, все. И вот единственную картинку покажу. Демография. Я люблю вообще социологию, демографию. Так что каждый раз об этом говорю. К рынка мало отношений имеет. Ну вот посмотрите население мира, которое будет... Вот 1950 год. Ну, например, Россия на четвертом месте. Но это СССР, скорее всего, данные по всему Союзу. Китай, Индия, Штаты, Россия. 2015 год. Китай, Индия, Штаты, Индонезия, Бразилия, Пакистан, Нигерия, Бангладеш и Россия на седьмом полном месте. Потом Мексика, Япония, Килипин. И 2050 год. Лидеры Индия, Китай. Индия даже обходит Китай. На первое место выходит. Миллиардов, вот, миллиард шестьсот, миллиард семьсот миллионов. Китай остается примерно так же. Нет, подождите, это получается миллиард. Да, Китай остается так же миллиард четыреста миллионов. Нигерия уже примерно четыреста миллиардов. Штаты тоже четыреста миллиардов. Индонезия чуть меньше. Пакистан 300 миллиардов примерно. Наверное, 250 – Бразилия, Бангладеш, Конго, Эфиопия, Мексика и Египет. Посмотрите, сколько новых стран африканских в основном попадают в топ-2, 4, 6, 8, 10, в топ-11, по-моему, в топ-стран. Так что вот так. Удивительно, да, может быть. И Африка 108% погашит рост, ну, то есть на 8% вырастет. А Европа будет уменьшаться, минус 4. Теперь вы понимаете, почему так много мигрантов и почему это чуть ли не госполитика. Потому что другого пути просто нет. Это не какое-то недоброта Ангела Меркель, не извинения за колонии, за прошлое. Это просто выживание. Окей, Михаил спрашивает, хоть один регулятор прокомментировал крипто? Да, я постоянно слышу комментарии регуляторов, что ICO – это IPO, то, что вот сегодня какой-то крипто-компании, целой компанией, которая занимается крипто, у них даже тикеры есть на бирже, какой-то по ней было то ли предупреждение, то ли еще что-то. Они декладировали сами, что SEC предъявил им какие-то, то ли обвинения, не помню. Каждый день что-то происходит, но глобально, чтобы регулятор европейский, американский заявил, что вот с сегодняшнего дня будут строгие правила, то-то, то-то, пока мы этого не видели. Регуляторы, можно сказать, что они молчат, можно сказать, что они наблюдают за ситуацией, видимо, нет у них незнаний, в том смысле, что крипто мало кто понимает, что будет происходить в будущем, и не хотят останавливать прогресс, или же наоборот считают, что как раз нужно дать дорогу. Не знаю, но они молчат. Но пузыри – это плохо, задача регулятора – регулировать пузыри, задача регулятора – не создавать на рынках иррациональных каких-то ситуаций. Мы это называем пузырями переоцененности. Недооцененность может быть, а вот переоцененность на рынке опаснее намного, чем недооцененность. Да и недооцененностей не так много, спекулянты на то и нужны, они накидываются на недооцененный актив, и он становится или равнооцененным, справедливо оцененным, или переоцененным. Вот сейчас с крипто происходит именно такая валюта. 2000 криптовалют, непонятно для чего, для кого. Окей, ну я для себя принял единственное решение – это заниматься только тем, что не требует от меня угадывания направления по крипто. Я нашел такой метод. А если запустят опционы на биржах, пока только фьючер запустили, это вообще будет халява для меня, для опционщиков. С нетерпением жду. Обычно, когда заходит бумага на биржу, через 2-3 недели появляется опцион у нее. Ну вот посмотрим, запустят ли опционы на крипто. Это еще зависит от ликвидности, от много всего, от волатильности инструмента. Если будут опционы, то однозначно часть денег будет направлена на торговлю опционами. Если нет, у меня есть метод, вот если Виктория в скайп добавится, Михаил, по-моему, есть в скайпе у меня, вы ближе были в ответе на количество дизайнеров в зале, я с вами поделюсь, может быть, у вас будут какие-то идеи, но мне кажется, схема должна, она работает, у других людей она работает, почему она у меня не должна работать, просто надо грамотно к этому отнестись, и я даже с инвестором уже несколько дней ведем работы по подготовке к этому виду торговли, и готовимся, вот скоро начнем это делать. Окей, у меня все, всем спасибо за участие, жду вас в среду в прямом эфире, будут, наверное, будут какие-то розыгрыши от Романа Исакова, призы 200 долларов от Мирал Маркетс, если ваше мнение не совпадет с моим, если, ну, я медведь на рынке, вот если вы скажете, что у вас лонг, и Роман это проверит, а не знаю, может, даже этого не нужно, вот просто спорьте, и все, может, и это сойдет, это у Романа, уточните, он раздает деньги, Адмирал Маркетс раздает деньги, жду вас в среду в 17.30 по Таллину, Риге, Киеву, в 18.30 по Москве и Питеру, поговорим о нефти в прямом эфире, дай бог будут движения, я бы рад был, потому что нефть тоже флэтует в последнее время во флэте, и что еще у нас, и вот 28, по-моему, в четверг, следующий, не в этот, обсудим госпожу Еллен, проводим ее на пенсию коллективно, обсудим ее срок, первый и последний, это все-таки не Гринспан, два срока, по-моему, он сидел, и не кое-кто другой, кто много сроков любит сидеть, вот, обсудим политику ФРС, что там было, что они делали, QE вспомним, ну и, может быть, немного о Пауэля поговорим, но на эту тему у меня есть отдельная идея, отдельный вебинар, посвященный Пауэлу, наверное, в январе сделаем, обсудим человека, когда он ближе к сроку его вступления на должность. Собственно, все, всем желаю удачи на рынках, профитов, ставьте стоп-лоссы, take profit, будьте осторожны, рынки будут жить долго, а наш депозит, наш, ваш, он не резиновый, поэтому лучше аккуратно, по чуть-чуть, не думайте о крипто, это такое явление, вот так получилось, что на тысячи процентов все взлетело, я даже не знаю, как я клиентам своим буду говорить, что у меня доходность ниже 3% в месяц, после крипто, но благо клиенты мои в основном, это люди из реального бизнеса, устоявшиеся, 50 плюс возраст, ну, иногда там 45 плюс, и в крипто они не так сильно участвовали, а если и участвовали, то все прекрасно понимают, то есть не говорят, ой, что такое 3% в месяц, если вон мой сосед купил лайткоин и учетверился, да, за осень только. Все, наверное, всем до свидания, удачи на рынках. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!